Этот мужчина обвиняется в незаконном производстве и сбытии алкоголя. Подсудимый Евгений Ташков, отец троих детей, не хочет, чтобы его узнали, поэтому прикрывает лицо и просит суд запретить съемку. Судья ходатайства удовлетворил, мужчину нам снимать запретили. По версии обвинения, два года назад 42-летний подсудимый закупил водку и спирт в крупном размере, по дешевой цене и нелегально хранил товар в своем гараже. О том, как изымали спиртное обвиняемого, в суде рассказывает оперуполномоченный сотрудник полиции. Он пожелал по понятным причинам не светиться перед камерой и не раскрывать свое имя. Свидетель поведал суду, что у Ташкова было изъято 460 бутылок по пол-литра и 160 канистр. Экспертиза, по словам полицейского, показала, в канистрах находится спирт крепостью не менее 90 градусов. По словам правоохранителя, предполагаемый бутлегер не только хранил паленку, но и продавал. Впрочем, его в этом полиции уличить не удалось, но на подсудимого, по всей видимости, кто-то донес. Его телефон АБЭПовцы прослушивали. В ходе прослушивания телефона переговора было установлено, что данная продукция реализуется им. А дальше полицейский назвал фамилию некоего гражданина Шабарина, который в этом деле проходит свидетелем. И на допросе тот якобы пояснял, что Ташков не просто занимался хранением паленки. Шабарин, я по-моему, пояснил, что Ташков неоднократно реализовывал продукцию спиртосодержащую. И вот интересное совпадение. Во Владимире есть один Шабарин, который занимался продажей паленого спирта на Нижней Дуброве. Эту квартиру наша съемочная группа снимала несколько раз в разные годы. Туда народная тропа не зарастала. Желающие выпить подешевле шли за разбавленным спиртом и средь бела дня. В квартиру даже наведывались полицейские, проводили контрольную закупку. Хозяин жилища реагировал агрессивно. В те годы продавца паленки лишь штрафовали на пару тысяч рублей. Регулярно в квартиру ходил и участковый, но сделать тогда правоохранители ничего большего не могли. Торговля продолжалась, жаловались местные жители. Но вот в 2017 году законы поменяли. За бутлегерство ввели уголовную ответственность и реальный срок. Так что торгуют ли сейчас на Нижней Дуброве паленкой, неизвестно. Если у вас есть об этом информация, позвоните по телефону, указанному на экране. Впрочем, тот ли Шабарин проходит свидетелем по делу, нам в суде не пояснили. Что касается подсудимого Ташкова, то торговал ли он паленкой или просто хранил, решит суд. Во всяком случае, мужчина не перестает утверждать, что почти полтысячи бутылок водки купил для собственного употребления. А в пластиковой таре он хранил стеклоомывайку. Как же получается, он утверждает, что 460 бутылок приобрел для себя, для своего употребления. Как такое возможно? Ну, люди разные, поэтому, скажем так, у всех свои вкусы, предпочтения. В пластиковой таре у меня была вода и стеклоомывающая жидкость, конечно, для автомобиля. То есть, ну, а стеклоомывающая жидкость, она состоит, то есть у неё производные материалы какие-то, ну, тоже спиртсодержащие. На сегодняшнее заседание должны были прийти эксперты и рассказать, что же находилось в ёмкостях, но они не явились. Разбирательство опять отложили. Если обвинению удастся доказать свою правоту, то подсудимый может отправиться за решётку на три года. Никита Королев, Александр Мажаров, 6 канал.